Мои функции как почетному посла фонда ООН в Украине входят в работа с вопросами и с проблемами гендерного равенства в нашей стране, домашнего насилия, насилия в семьях и вопросов молодежи и подростков. Что такое работа в этих направлениях? По большому счету, если читать статус посла, то это такая инспекционная работа, которая заключается в том, чтобы исследовать эту проблему внутри страны. Мне показалось это мало, поэтому я решила объехать все существующие открытые кризисные центры, шелтеры, приюты, посмотреть, как они работают внутри и для себя понять степень проблемы и домашнего насилия в семьях в разных регионах Украины. Я, с одной стороны, невероятно рада, что эта работа ведется, что кризисные центры существуют, я общаюсь со всеми работниками центров и понимаю статистику, понимаю степень обращений, проблематики и так далее. С другой стороны, я понимаю для себя, над чем нам еще нужно работать, потому что я как раз считаю, что если публичный человек становится послом, то это самая большая польза, которую он может принести. Это трансляция в публичном поле всех главных месседжей, как проблемы, которые у нас есть, которые замалчивались раньше, никак не артикулировались, не доносились, так и достижения, которые, на мой взгляд, которыми нужно делиться, потому что это великолепный метод информирования как нашего населения о том, что есть помощь, так и тех женщин, которые в этой помощи нуждаются. Потому что, к сожалению, женская, мужская, человеческая ментальность, к сожалению моему, устроена так, что пока тебя эта проблема не касается, ты ею не интересуешься. Так устроено. Это не хорошо, не плохо, это факт. А когда, не дай бог, с тобой происходит что-то страшное, первое, это захватывают эмоции, и уже потом ты включаешь мозг, чтобы как-то действовать. Так вот мне бы хотелось из своей главной работы и задачи, я считаю, чтобы бесконечно, сколько есть моих сил, информировать людей, даже если им кажется, что им эта информация сейчас не нужна, но чтобы она сохранялась всегда в сознании, чтобы если, не дай бог, что-то плохое с тобой происходит, ты точно знал, что ты проинформирован и точно знаешь, куда бежать. Вы бывали во многих шелтерах. Сколько вообще в Украине шелтеров? Их, по-моему, семь, да? Девять. Их уже девять. По Украине девять шелтеров мы объехали уже четыре. Чем отличается вот наш славянский, например, от тех, которые уже видели? Или они, в принципе, похожи и подъемно похожи? У создания шелтера, вернее, шелтер – это такое, так сказать, явление, да, у которого есть определенные законы и правила. То, чем он похож на все, потому что должен быть, существовать в этих законах. Его адрес никому не известен, и он держится в тотальной секретности, абсолютно. В шелтере обязаны находиться социальные работники, юристы и психологи. Это люди, к которым обращается жертва неправильно, называть некорректно. Человек, пострадавший от насилия, обращается за первой помощью, потому что первая помощь, которая необходима пострадавшему, юридическая, чтобы он знал свои права и возможности, психологическая, потому что, как правило, это очень мощнейший эмоциональный накал, и социальная, чтобы женщина могла знать, что ей делать дальше, что в ее распоряжении, какие услуги от этого шелтера. Дальше есть необходимые условия пребывания. Кухня, комната с кроватью и с дополнительным местом, если женщина, с ребенком. Собственно говоря, то, что увидела я здесь, это все в идеальном состоянии, все чисто, все соблюдено по полным правилам. Даже у девочек такая большая, красивая столовая. Все ухожено, приятные совершенно здесь работники и специалисты. Мы только что имели двухчасовую беседу. И я для себя с радостью замечаю, что они не только преданы своему делу, они еще очень сильно переживают. Что Вы говорили этим женщинам, которые находятся в шелтере, в славянском? Чему Вы их учите, на что направляете, и как, по Вашему мнению, помогаете бороться? И как нужно бороться с Василием, с гендерными, с домашними? Знаете, каждый такой разговор не похож на предыдущий, потому что женщина пребывает в состоянии того, что ее жизнь закончилась. Во-первых, ее унизили, обидели, растоптали, в принципе, как человека. То есть внутри нее нет ничего, чтобы давало ей силы бороться. И у нее на руках ребенок. Здесь я пообщалась с женщиной, с которой грудной ребенок. И я не удивлена, и в принципе, я не думаю, что это будет огромной новостью, что только в Славянске я встретилась впервые с историей, когда обидчик военнослужащий, человек, который находится сейчас на службе. И это, конечно, немножко и другое имеет окрас по тяжести своей. Наш закон обязывает наказывать, если ты обижаешь, избиваешь, унижаешь и всячески входишь в то поле, которое называется насилие. Скажите, а вы продолжаете благотворительную свою деятельность? Конечно. Моя благотворительная деятельность длится уже 5 лет. Это моя личная инициатива. У нас есть фонд «Твоя опора». Он прекрасно существует, работает уже, как я уже сказала, 5 лет. И у нас под попечительством уже 12 детских домов со всей Украины. Мы берем детские дома тяжелые, которые, в общем-то, так и позабытые, и заброшенные в какой-то степени. Мы приводим их до ладу. Также мы помогаем медицинским госучреждениям, государственным нашим учреждениям, закупать оборудование. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Благодарим вам за деятельность вашу.